Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Сегодня в Европе очень много говорят о цифровизации сельского хозяйства, когда читаешь о перспективах то впечатление, что держишь в руках старый фантастический роман. Вообще цифровизацию в мировой экономике называют четвертой технологической революции, которая может изменить мир. Россия не остается в стороне. Ну и что важно для нас с вами, то, что Самарская область вошла в число пилотных регионов по цифровизации сельского хозяйства. Вот сегодня и будем говорить о внедрении цифровых технологий в региональные АПК. Мой собеседник, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Васильевич Герасенков. Здравствуйте! Добрый день! Большое спасибо, что пришли. Ну вот я вот сказал, что во всем мире обсуждают цифровизацию. Специальный пример даже могу привести. В ходе встречи высокого уровня в Берлине господин Джосе Грициану Десильев, это глава ФАУ, такая продовольственная организация при ООН, он заявил, что настало время ускорить внедрение инноваций в сельское хозяйство. Даже процитирую. Современные цифровые технологии позволяют мелким фермерам, в том числе молодежи, использовать их, повышать свою производительность, улучшать доступ к рынкам. Ну, в принципе, мы привыкли все время смотреть, что там в Европе делается. Насколько я понимаю, у нас тоже до цифровизации руки дошли. Ну, я бы сказал, даже не то, что дошли, а уже многое сделано. Самарская область начала заниматься этим в 2007 году. В 2007? В 2007. И получила первые результаты, программный продукт, который начали внедрять уже в 2010-м. Сейчас у нас на территории Самарской области отцифрованы все земли, пашни. Пашни на 100%, земли сельхозугодий на 93%. Сельхозугодия, я напомню, это не только пашня, это и пастбище, луга, те земли, которые не обрабатываются. Все отцифровано, мы знаем, где находится, как находится, что с этим можно делать. В прошлом году на основании этих данных мы провели инвентаризацию, выявили земли неиспользуемые до каждого кусочка. И в этом году с муниципальными районами начнем полноценную работу по ее раскрытию этих данных. Что с ней можно сделать? Можно ли ее ввести в оборот? Может быть, она слишком заросла лесом, и можно ее перевести в лесной фонд. Но это такая достаточно длительная и долгая работа. Я просто прерву вас. Извините, пожалуйста. Я почему вот так удивился в 2007 году на нашей работу? Потому что, когда мониторишь информационное пространство, обращающее внимание, что говорят про Москву, очень много говорят про Тамбов, в пример приводят, если говорить о цифровизации советского хозяйства. А Самара встречается реже. Наверное, нам просто, может быть, больше пиариться в этом вопросе надо. Я не знаю. Ну, может быть, и надо. Скажем, вот вы упомянули Москву. Московская область взяла модель Самарской области и взяли наших подрядчиков. И практически на первых порах они перенесли все, что делали мы, к себе. Дальше они начали... Ну, у каждого свое же видение происходящего. Давайте понимать, что цифровизация вот на сегодняшнем этапе, это мы будем говорить первый этап цифровизации. Это то, что если у вас есть какой-то бизнес-процесс, вы его можете ускорить за счет именно цифровизации. То есть, если у вас бизнес-процесса нет, то цифровизация ускоряет нечего. Поэтому вот сейчас мы находимся на этом этапе. Следующий этап, который достаточно еще, по моему мнению, наступит не сегодня, не завтра, может быть, год, два, три. Это когда говорят, что связано будет с изменением технологий. Да, это могут быть беспилотные сихосмашины, соответственно, для этого нужны другие специалисты, другие технологии в обслуживании и другой порядок введения бизнеса. Но это пока следующий этап. Сейчас мы все находимся на этапе, грубо говоря, цифровизации тех процессов, которые у нас есть. Их нужно систематизировать, перевести в единый порядок. И тогда становится легче работать. Вот в настоящий момент, скажем, государство максимально ставит задачу контроля. Вот. Но мы понимаем, что есть и следующая задача увеличение валового продукта, увеличение экспорта. И, соответственно, без доведения до сельхозтовара производителей, например, то, что происходит нового в технологии, да даже систематизация старых наработок, потому что, ну, что-то, какие-то аграрии, может быть, просто неподготовленные, что-то срослось, ну, другой опыт. Мне кажется, вообще революция в мозгах должна произойти у некоторых сельхозпроизводителей. Потому что, как бы там, вот, мне кажется, что все равно в основном мы работаем немножко по старинке. Или я не прав, и у нас полно совершенно таких молодых рьяных? Нет. На самом деле, конечно, молодых рьяных у нас есть. Хватает. Хватает. Тут, знаете, что радует? Когда сельхозпроизводители, даже не только крупные, крупные холдинги уже давно в этом направлении работают, средние и мелкие, попробовав это, они говорят, давайте, мы вот хотим вот это, вот это, вот это. И сейчас, ну, наверное, таких хозяйств на территории Самарской области, там, не единицы, даже, может быть, там, несколько десятков, которые уже могут, ну, похвастаться той или иной степенью внедрения. Внедрения. Я почему говорю? Потому что европейцы, а я с них начал, они-то зубами вцепились именно в цифровизацию. Не потому, что это выгодно и удобно крупным предприятиям. Они же говорят как раз о мелких товаропроизводителях. Да. Тут, смотрите, у нас, опять же, я вот не раз сегодня говорил о бизнес-процессе. Мы должны понять, что наш опыт ведения сельского хозяйства, это уходит корнями в Советский Союз. У нас большие хозяйства. На территории Европы, на территории Америки. Иной подход совершенно. Там фермеры, там мелкие, мелкое хозяйство. При этом функции контроля там несколько иные, менее жесткие, чем у нас на территории, ну, у нас в стране. И, соответственно, у них идеология, которую мы сейчас пытаемся немножечко перенять, но тоже со своими нюансами, это осуществление консультационных услуг. То есть мы должны до аграриев довести, ну, научить их научному севообороту, в соответствии с тем, как это все. Причем, соответственно, наука же двигается. То есть раньше там говорили девять полей, восемь, семь. Сейчас холдинги работают там на четырехполке, и при тех ценах на энергоноситель очень сейчас перспективно переход на наутил. Это нулевая обработка земли. Вот. И, соответственно, вот это все нужно доводить до аграриев, потому что одна цифровизация – это не решение проблемы. Комплексное решение. И вот здесь цифровизация, она как ускоряющая несущая данные нашим аграриям. И не только аграриям. Потому что тут мы понимаем, что только в связке с ними мы можем получить адекватный результат. Вообще перспективы совершенно сказочные. И вообще, чтобы обыватель понимал, не только кто-то задействовал в сельском хозяйстве, да, цифровизация, она вообще внедрённая и по-правильному уже. Может быть, на 2021 год где-то ориентируемся, да, приблизительно, чтобы какие-то уже результаты получить. Результаты есть уже и сейчас. И сейчас, да. То есть... Я скажу, что они просто несопоставимы. То, что мы имеем сейчас и после внедрения цифровизации. Всяком случае, мечта такая существует. На самом деле, вот на Гайдаровском форуме их уже озвучили. Да. Десятый гайдаровский экономический, который прошел. Но будем говорить, к этим результатам, которые озвучены, наши хозяйства, которые этим занимаются, они уже пришли давно. И эти цифры они озвучивали ещё 4-5 лет назад. Я помню, я посмотрел, что говорили на Гайдаровском форуме, там говорят, что в передовых хозяйствах области уже используются различные элементы умной фермы, технологии роботизированного доения, кормления, энергозаберегающие системы вентиляции и так далее. Ну, в животноводстве, к сожалению, животноводство сейчас менее, наверное, развито в этом направлении. Но у нас тоже есть такие хозяйства, есть, чтобы посмотреть, чтобы показать, если пожелаете, то можно выехать и увидеть. И посмотреть. Да. Лучше наглядно. Да. Хорошо. Вот смотрите, я себя выписал, цифровизация должна решить три основные проблемы. Это эффективность управления, эффективность продаж и создание базы знаний. Да. Или что-то ещё хотелось бы добавить. Знаете что? Тут возникнет главная проблема – это подготовка кадров. То есть, соответственно, большой объём данных и специалисты должны быть уже с высшим образованием в основном и специфическим. Но вот в этом направлении мы очень сейчас хорошо и много двигаемся с нашим психозуниверситетом. Они создали при себе тоже центр, который, в общем-то, специализируется именно на цифровизации и внедрении новых технологий. То есть, нам повезло, что у нас здесь есть сельхозакодемия. Да. И вы меня потому что прямо вот с языка, как говорят, сорвали. Потому что я посмотрел по информации Министерства Минсельхоза Российской Федерации. На тысячу специалистов, занятых в АПК, приходит всего один процент IT-специалистов. А всё, в отрасли их работает 12 тысяч. Мизерная вообще цифра для всей отрасли. Ну, вот сегодня проходит, насколько я знаю, совещание в Москве по высшей школе. Да. И как раз по цифровизации высшей школы. И вот, ну, по имеющейся мне информации, наш университет единственный из аграрных вузов вошёл, кто участвует в этом совещании и кто, в общем-то, ну, понимает, о чём говорят. Вот молодым на заметку я просто хочу привести. Главный айтишник в агрохолдинге стоит в разы дороже, чем главный агроном. Потому что практически все агроприятия сейчас не просто производители техоспродукции, они параллельно становятся айти-компаниями, им приходится искать новые методы, искать новые технологии и так далее, и так далее. Тут я, наверное, с вами поспорю. Да. Всё-таки мы пока... Главный агроном всё-таки... Мы находимся на первом этапе, когда бизнес-процесс всё-таки... До этого пока не дошли. Да, и главный агроном, к счастью, наверное, ещё не последний человек у аграриев. Хотя айтишники, да, на самом деле выходят на лидирующие позиции в компаниях. То есть это и ведение электронных карт, это и системы мониторинга. Там сейчас очень широкий спектр работ, которые могут выполняться специалистами айти и поддерживающими службами, кто занимается электроникой. У нас есть, например, такой компания. Мы же понимаем, что метеорологические данные, они важны. Именно важны на том поле, за которым ты ведёшь наблюдение. То есть у нас один из аграриев разработал метеостанцию с разнесёнными системами. То есть есть, которые собирают общие данные, там, влажность, солнце, ветер, направления. А к нему есть переносной модуль для агронома. Он приезжает на поле, его втыкает в землю, через 15 секунд к нему на сотовый телефон приходит влажность почвы, температура почвы, кислотность. И автоматически всё уходит на телематический сервер и привязывается к карте. Причём это разработка именно аграриев. То есть это не институты, не учёные для своих нужд. И причём, когда мы встречаемся, очень много вопросов таких, которые если решить, то космос нам позавидует. Космос позавидует замечательно. Если оттолкнуться, подсказывают мало времени, тем не менее нельзя не сказать, что космос позавидует. О чём говорят в России? Будут разработаны три комплексных цифровых решения, которые про них широко внедряются в АПК. Во-первых, умная ферма, умное поле и умная теплица. Понятно, о чём я говорю. Вообще очень интересно. Я говорю, словно фантастические романы, умные фермы. Полностью автономный роботизированный сельхозобъект, предназначен для разведения животных. В автоматическом режиме, не требующий практического участия человека. Ну и так далее, и так далее. Там умное поле. Интеллектуальная система, которая в автоматическом режиме анализирует информацию о состоянии агробиоциноза, принимает управленческие решения, реализирует их роботизированными техническими средствами. Ну и умные цыплицы из этой же серии. Роботизированные, изолированные от внешних воздействий сельхозобъект для получения растеноводческой продукции. Ну, вот... Вот в 21-м году у нас все это может появиться, или мы просто к этому приблизимся? На самом деле, уже первые шаги делаются сейчас, и даже не сейчас, а еще вчера. В начале нашего разговора вы упомянули базы знаний. Да. База знаний, ну, это вот такая вещь, то есть, если объяснить попроще, мы накапливаем информацию. То есть, вот агроном приехал на поле, у него на колосе что-то не так. Он это фотографирует, описывает, и за этим начинает наблюдать. Соответственно, через какое-то время там выясняется, что это, ну, либо ли вот это болезнь, либо это такой паразит, и так далее. При этом параллельно набираются данные температура, влажность, и когда набираются статистические данные, ну, достаточно большие, можно прогнозировать возникновение той или иной болезни еще до того, как появятся его визуальные признаки. И вот накопление вот этих знаний, статистики, позволяет нам потом обучить систему, чтобы, обратившись к ней, мы говорим, вот у нас сегодня вот сложилось количество положительных температур на сегодняшний момент столько-то, выпавшие осадки столько-то. И нам система говорит, а вот у вас там возможно развитие, скажем, плесени. Но для этого нужно сделать, чтобы не появилось что-то, то-то и то-то. Для этого агроном должен выехать и проверить. И он реагирует раньше, чем... Чем плесень съест определенные участки. Да, вообще она может даже не возникнуть, но по косвенным признакам он уже узнает, что там происходит. И, соответственно, можно применить соответствующие действия. Мечта, я же говорю, Дмитрий Васильевич, есть к чему стремиться. Но мы же понимаем, что вот, чтобы набрать такую базу знаний, нужно время. Просто это кропотливая, поседневная работа. Ну вот к этому у нас подключился там ряд аграриев в пилотных проектах. И СИХОС Академия. Будем говорить, ну, им отдельное надо сказать спасибо. Они очень принимают активное участие вот в вопросах цифровизации, но тут и понятно. То есть они сейчас очень много пытаются включить в учебный процесс. То есть чтобы студенты это знали в рамках уже учебного процесса. Не в культотивных... Придет новое поколение аграриев, которое прекрасно в этом будет разбираться. Да. Спасибо, Дмитрий Васильевич. Время, к сожалению, не подошло к концу. Я понимаю, что об этом говорить можно долго. Я думаю, как-нибудь мы повторим эту беседу. Спасибо. До свидания. До свидания.